Книга «Открытым оком», том 21, вопрос 3418, тема литература. «Мэр города прислал вам книгу со своими представителями. Ко дню рождения вашего. Есть ли что в ней полезное?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Я в ответ послал главе городского самоуправления города Барнаула Калганову В.Н. «Открытым оком», 15 том. От него же была книга «Барнаул в воспоминаниях старожилов», 20 век, Барнаул, 2005 год, часть 1, 328 страниц. Вспоминают, как худо жили и как хорошо стало ныне, где и что было раньше и что ныне построено. Но иногда в воспоминаниях есть и полезное, где как бы о Боге начинают думать. «Зачем все это было с народом?» Страница 285. Герман Алексеевич Чайкин. 24 марта 1930 года. Отца вызвали в сельсовет. Не дождавшись его, мать пошла узнать, в чем дело. И видит, около сельсовета стоит толпа плачущих женщин. Оказалось, когда собралось более 400 мужчин, как из-под земли появилось несколько конных конвоиров. Они построили мужчин в колонну и погнали в сторону Барнаула. Женщины плачут, а мужчины из колонны их успокаивают, посмеиваются. «Не плачьте, разберутся, вернемся». Дня через два-три житель села Шадрина, работавший в барнаульской тюрьме, фамилию я не помню, встретил кого-то из бурановских и сказал, чтобы их не ждали, что расстреляли всех в одну яму. Так мы остались без отца. Кроме того, у нас конфисковали все имущество – корову, овец, свиней, куриц и все, что было в доме. В то время мы жили в исключительно тяжелых материальных условиях. Был страшный голод. В 1932 году умерла моя двухлетняя сестренка, которая родилась уже после ареста отца. О смерти я, конечно, не имел никакого понятия и на смерть Машеньки никак не реагировал. Мать понесла гробик в церковь отпевать, и мы со старшей сестренкой тоже пошли. Все действия священника я воспринимал спокойно, но когда он начал забивать гвоздь в крышку, меня взорвало. Я начал истерически топать ногами, кричать, ухватился за руку священника. «Зачем? Забиваешь? Как же она выйдет?» Долго я переживал этот шок. Говорят, что беда одна не приходит. За четыре года мы обзавелись кое-какими домашними животными и большого голода не ощущали. Но в конце 1934 года в Бураново назначили нового председателя сельсовета Лиханово. В этой связи нужно пояснить, что мать в свое время училась в гимназии города Барнаула. Жила у родственников и поэтому квартиру в Буранове содержала по городскому дорожки, цветы, крашеные полы. Да и дом был большой, комната и, как тогда говорили, горница и кухня. И вот приходит Лиханов и ставит задачу – комнату отдать ему, а самим перебраться в кухню. Мать, конечно, Лиханову отказала. Он тут же оформляет документы на раскулачивание. И вскоре появляется группа бандитов под руководством Фомы Жилкина, которые никогда и нигде не работали, а воровали и занимались раскулачиванием. И они забрали у нас всю скотину. Матери дома не было, она поехала в Новосибирск. Пришел Лиханов с бандой Жилкина, и силой выгнали нас на улицу. А мороз был трескучий, далеко за 40 градусов. Напротив, через дорогу, жила старушка Добрикова. У нее была крошечная избушка. Мы пришли к ней, и она нас, конечно же, пустила. В избушке было очень тесно, поэтому мы спали на полу на каких-то тряпках. Что делать? Ни продуктов, ни жилья. А о деньгах тогда понятия не имели. Вскоре мать приезжает из Новосибирска. А в нашем доме уже живет семья Лиханова. Мать идет в сельсовет, а Лиханов как раз там. Что в такой ситуации она могла сделать? Мать и говорит Лиханову, что пойдет к секретарю райкома партии в Каменку. А это 17 километров. Он при ней набирает номер телефона секретаря. Коля, к тебе сейчас собирается идти Чайкина. Так ты ее прими, как положено. Едет мать в Новосибирск к секретарю райкома партии Эйхи. Он ее выслушал, попросил, чтобы ему принесли документы. А когда принесли, он ознакомился и говорит. Что ж вы, гражданка Чайкина, хлопочете? Вас законно раскулачили. Вы же имели двухпостовную мельницу. Какую мельницу? У нас в деревне вообще нет никакой мельницы. Эйхи набирает какой-то номер телефона и задает вопрос. Когда он удостоверился, что действительно никакой мельницы нет, то помог матери оформить документы в суд на Лиханова. Присудили Лиханову 10 лет. Он был направлен на лесоразработки. А там оказались заключенные, которых он в свое время раскулачил по фальшивым документам. В тот же день его убили. Пока мать моталась по инстанциям, наш дом разграбили. Рамы повыставили, двери поснимали. Погреб и подполье опустошили. Очевидно, это была работа Жилкина. Что делать? Уехали в Барнаул к родственникам. В течение многих веков хлеб выпекали сами его потребители. И лишь нищие получали его как милостыню. Когда меня посылали в магазин за хлебом, то я воспринимал получение хлеба из рук продавца как подаяние, как милостыню. Автомобилей в то время не было. Если кто-то из мальчишек говорил, что он видел автомашину, на него усмотрели как на героя. В городе было много голубятников. И процветал голубиный бизнес. Они зарабатывали большие деньги. Если один голубятник поймал голубя другого голубятника, то хозяин пойманной птицы приходил и выкупал своего голубя за 150-200 рублей. Что это была за сумма? Можно увидеть в сравнении. Техничка в школе получала 90 рублей. На улице Косой Взвоз жили три голубятника. И их знал весь город. Некоторое время жили мы на улице Мамонтово вблизи Нагорного парка. В XIX веке на территории этого парка было кладбище, где хоронили только богатых. На кладбище было много гранитных, мраморных, надгробных сооружений. Летом 1935 года мы, мальчишки да и взрослые, оказались свидетелями вскрытия склепов для излечения драгоценностей, с которыми когда-то хоронили умерших. Вскрытие склепов проводили специальные комиссии в составе охраны, милиция и гражданских людей, которые извлекали из могил золотые предметы. Перстни, кольца, зубы, коронки, браслеты и другие драгоценности. Члены комиссии внимательно рассматривали поднятые из могилы предметы. Один из них очищал, а стоящие рядом два-три человека записывали что-то в журнал и складывали в шкатулки. Могилы так и оставались незакрытыми, а после ухода комиссии работу продолжала ребятня. Мальчишки вынимали из могил кости, черепа, которые потом валялись повсюду, не только на кладбище, но и на улицах. Вскрытие Нагорного кладбища провели в течение одного лета. В начале 1930-х годов в Барнауле было много церквей. Впоследствии их стали разрушать. В 1937 году я учился в 4-м классе, школа номер 5, в районе нынешнего речного вокзала. Однажды во время урока слышим на улице команду «Раз-два взяли!» Все ученики повскакивали со своих мест и прильнули к окнам. Около школы стояла украшающая площадь церковь. В 1960 году в ней был архив. А сейчас женский монастырь. Так вот, увидели мы следующее. За крест на колокольне привязаны веревки. Множество людей по команде дергают за них, раскачивая колокольню. Все радовались и было много желающих дернуть за веревку. Крест дергали много раз, пока колокольня наконец не рухнула на землю. С такой силой и грохотом, что здание школы задрожало. Так что и революция, и тридцать седьмой год, все на своем месте, когда вздернули многих дергальщиков и раскулачиватель. Осии 8-7. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него. Зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Мы лежим на холодном и грязном полу. Присужденные к вечной тюрьме и упорно и долго глядим в полумглу. Ничего, ничего в этой тьме. Только зыбкие оцветы бледных лампад с потолка устремляются вниз. Только длинные шаткие тени дрожат. Протянулись, качнулись, слились. Позабыты своими друзьями в стране, где лишь варвар и звери до ночь. Мы забыли о солнце, звездах, луне. И никто нам не может помочь. Нас стомительно стиснули стены тюрьмы. Нас железное давит кольцо. И как духи чумы, как рождение тьмы, Мы не видим друг друга в лицо. Константин Бальмонт Константин Бальмонт